Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами обсуждаем тему, как помочь гиперактивным, агрессивным, тревожным, аутичным детям. Немножко представлюсь. Меня зовут Федорова Юлия Александровна, я кандидат наук, доцент по специальности возрастная психология, детский практический психолог. Работаю с детьми, со взрослыми. Ну и та тема, с которой сегодня мы с будем встречаться, которую мы будем обсуждать, тема не для специальных психологов, которые с ней работают, а больше тема для всех тех, кто встречал эти определения, чтобы нам с вами понимать, как с такими детьми взаимодействовать, педагогам, как такими детьми взаимодействовать, воспитателям и как мы можем дать рекомендации родителям для того, чтобы это было более эффективно. Здравствуйте. Такая огромная, у нас замечательная география, представленная сегодня на нашем вебинаре. И если у вас возникают вопросы, если у вас возникают какие-то интересные темы, то, что важно для вас, пишите в чате, я буду рада на них ответить. Чудесно. Итак, начнем. Начнем разговор с того, что даже, наверное, пока не перелистывая, перелистну на второй, на следующий слайд, что бы я вам порекомендовала. Скажу честно, я сегодня в своем выступлении буду много опираться на работы Мониной Галины. Это Санкт-Петербургская школа, которая дает очень много практических рекомендаций для работы и с гиперактивными, и с тревожными, и с аутичными детьми, и с агрессивными детьми в том числе. Как для педагогов, так и для родителей, так и для специальных психологов, для психологических служб. Вот та литература, которую я вам подобрала для того, чтобы, если вам вас эта тема заинтересует, обратиться к ней и касаемо всех четырех направлений, которые мы сегодня будем обсуждать. С чего начнем? Начнем с того, что каждый ребенок индивидуален. В нашей школе, в нашем детском саду, в наших вузах, в нашей системе образования, как таковой, нет ориентации на индивидуализацию ребенка. Каждый ребенок особенный. Если мы представим, что каждый ребенок особенный, тогда вопрос, связанный с отнесением к какой-то группе, будет очень условный. Мы не знаем, каким он родится, какие факторы могут отложить отпечаток на его развитие, но мы можем сотрудничать с природой, чтобы позволить этому ребенку развиваться с тем потенциалом, который есть. И помни о том, что у него есть его внутренняя тайна, и что каждый взрослый, каждый родитель или воспитатель, который встает на его пути, это тот, кто помогает ему разгадать самого себя. Тот, кто поможет эти задатки раскрыть, эти таланты, эту внутреннюю программу развития, которая есть, и помочь поддержать его на его жизненном пути. Мы сегодня будем говорить о тех понятиях, которые в современной образовательной системе, в современном мире детства достаточно распространены. Мы говорим о гиперактивных детях, об агрессивных детях, о тревожных детях и детях, склонных к аутизму. Я бы хотела сразу, во всех четырех понятиях буду об этом говорить, и начну с разговора о гиперактивных детях, и буду говорить во всех направлениях примерно в одной схеме. Я хочу сказать, что очень часто эту терминологию используют несоответствие с симптоматикой. Если мы говорим о понятии гиперактивность, то ее не следует путать просто с активностью ребенка. И гиперактивность – это не очень активный ребенок, который неудобный. Приходит мама и говорит, что у меня гиперактивный ребенок. Я говорю, опишите симптомы, по которым вы считаете его гиперактивным, да и кто поставил диагноз. Она говорит, ну как, он весь день бегает, прыгает, на месте не сидит, а когда на мультике смотрит, то около дивана скачет. А он гиперактивный. Это активный ребенок, который для мамы не очень удобен. На самом деле мы не можем говорить о гиперактивности. В данном случае, на самом деле, в медицинское название есть СДВГ, о котором следует знать. Это синдром гиперактивности. Сейчас мы вернемся к этому. Представляете, это ключевую функцию. Где-то в ящичке спрятала. Давайте сначала начнем. Вспомню сейчас, да. Синдром дефицита внимания. Все, простите, вспомнил. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Это, прежде всего, составная сложная конструкция, которая относится больше к медицине, нежели к психологии. Но если мы говорим про психологию, то авторы психологического словаря относят к внешним проявлениям гиперактивности. Невнимательность, отвлекаемость, импульсивность, повышенную двигательную активность. Также часто есть проблемы со взаимоотношениями с окружающими. Также есть трудности в обучении и низкая самооценка как одной из составляющих гиперактивности. При этом гиперактивность абсолютно не связана с интеллектуальным развитием ребенка и может превышать показатели возрастной нормы. Первые проявления гиперактивности наступают в достаточно раннем возрасте. И до 7 лет она очень ярко выражена. При этом гиперактивность как таковая, с ДВГ, чаще встречается у мальчиков, чем у девочек. Существуют разные мнения, что являются причиной. Это сложный синдром. Один из ключевых – это генетические факторы. Прежде всего, это наследственность. Это особенности функционирования головного мозга, строения. Это родовые травмы, с которыми могла столкнуться мама в период рождения. Инфекционные заболевания, которые перенесены в очень ранний период жизни ребенка. Ну и, соответственно, в основе синдрома часто лежит минимальная мозговая дисфункция МНТ, наличие которой определяет врач-невролог после проведения специальной диагностики. И очень часто мы ведем разговор о гиперактивности только тогда, когда он диагностирован. И этот диагноз поставлен медицинским, врачом. Также нужно понимать, что этот синдром дефицита внимания – это поведенческое расстройство детства. Это не очень распространенный, но проявляющийся синдром, главным проявлением которого является нарушение способности контролировать и регулировать свое поведение. И это нарушение способности внутреннего контроля, справление со своей саморегуляцией, выливается в двигательную гиперактивность, с которой ребенок не может справиться. И вкупе с яркой импульсивностью и нарушением внимания, отсутствием концентрации внимания. И это получается, нет двух одинаковых детей, и соответственно этот синдром проявляться в комплексе, вот из тех симптомов, которые я обозначила, у каждого ребенка может по-разному. Если мы говорим о том, что это крайнее проявление активного темперамента, при котором гиперактивность, импульсивность и нарушение внимания вкупе сочетаются, и выражены настолько сильно, что затрудняет обучение, что затрудняет социальную адаптацию ребенка, и в целом, что это нарушает психическое развитие ребенка. Обязательно должна быть триада симптомов, на которых можно говорить уже о том, что у ребенка есть синдром СДВГ, дефицита внимания с гиперактивностью. Это невнимательность, это гиперактивность и импульсивность. Невнимательность характеризуется как повышенная отвлекаемость, как снижение концентрации внимания, как невозможность длительного выполнения какого-то неинтересного задания и дефицит избирательного внимания. Гиперактивность характеризуется как повышенная двигательная, моторная именно активность. Трудность сидеть неподвижно во время занятий, и эта активность, она носит абсолютно бесцельный характер, она неуправляемая. Если мы говорим об импульсивности, то это невозможно контролировать свои импульсы. Эта импульсивность может быть как поведенческая, так и когнитивная импульсивность, связанная с мыслительными процессами. Естественно, раз этот синдром появляется достаточно рано, то он имеет свои особенности возрастного проявления. Первые проявления мы можем наблюдать до 7 лет, но на самом деле мы уже эти проявления можем наблюдать в возрасте до года. Хотя пики проявлений гиперактивности совпадают с психоречивым развитием. В 1-2 года, 3 года и 6-7 лет. В 1-2 года закладываются навыки речи, в 3 года у ребенка увеличивается словарный запас, и в 6-7 лет формируются навыки чтения и письма. Большая часть исследователей вообще считает, что должны быть три основных блока, которые я перечислила. Но существуют и другие классификации, в которых добавляется сверхактивность, разбросанность или рассеянность и повышенная возбудимость и так далее. Также, например, Кэмпбелл, американский ученый, который относит и расстройство восприятия. Он считает, что повышенная активность способствует появлению трудностей в учебе и трудностей принятия взаимодействия любви от окружающих. И, соответственно, это выражается в том, что, с одной стороны, такой ребенок только... Татьяна пишет, что зависает. Поставьте огонечек, если вам меня хорошо слышно, или это системная проблема. Да, слышно. Татьяна, видимо, это у вас сложности, надо проверить интернет. Спасибо большое. Спасибо. Вот, и, соответственно, тут есть две трудности. С одной стороны, у таких детей нет способности к проявлению своей любви. Они не чувствуют родительской любви. Им сложно принять эмоции от окружающих. И, соответственно, вторая часть, это то, что связано с их вниманием, это познавательные способности. Это то, что касается воспитания и обучения. Вообще, в подростковом возрасте повышенная активность исчезает. То есть, это проблемы чаще всего дошкольного детства и младшей школы. Ближе к подростковому возрасту импульсивность снижается, дефицит внимания сохраняется, а двигательная активность практически исчезает. И у взрослых тоже сохраняются симптомы, связанные с дефицитом внимания и где-то всплеском импульсивности, но уже не вызывают таких сложностей, как у детей. Также можно обратить внимание, продолжая исследование всего этого же автора Кэмпбелла, что родители гиперактивного ребенка часто допускают очень серьезные ошибки в воспитании. Эти ошибки он называет западни. Если мы посмотрим на эти ошибки, то можем подсказать сразу же пути преодоления. Ошибка номер один или западня номер один, которую допускает родитель, это недостаток эмоционального внимания, который часто подменяется медицинским уходом. Как только у родителей появляется история с тем, что ребенок имеет этот синдром, сразу же начинается постоянное таскание его по врачам. Очень много медицинских препаратов, медицинского ухода. А на самом деле такому ребенку больше нужно общение, больше нужно вникать в его проблемы. Возможности индивидуального взаимодействия в индивидуальной работе они хороши. Им сложнее в коллективной работе и соответствовать тем требованиям, которые предъявляются к среднему ребенку. Играть с ним в детские игры, чаще беседовать по душам, это намного продуктивнее, чем бесконечный медицинский уход. Вторая западня – это недостаток твердости в воспитании, отсутствие надлежащего контроля поведения ребенка. Если мы говорим о либеральности, то любому ребенку, кроме принятия, нужен контроль. Если не выстроится внешняя система контроля, то внутренняя система саморегуляции не сработает. И получается, для таких детей более актуален, даже чем для детей, норморазвивающихся, список запретов, четко требования следовать ему. Что должны контролировать родители, что должно быть сегодня, что должно быть завтра, что должно быть через неделю. Но, естественно, это должны быть задания, с которыми ребенок может справиться. И третье – это неумение воспитывать в детях навыки управления гневом. Например, для работы с гневом можно использовать такой прием, как лестницу гнева. Это такая известная методика, по которой можно определять свое эмоциональное состояние. Каким образом можно проявить гнев? Что это может быть как пассивно-агрессивное поведение, что это может быть как эмоционально разрушающее поведение, физические оскорбления, это может быть гнев в виде громкой, невежливой формы, что это может быть эмоционально разрушающее поведение, с физическими оскорблениями, словесными, другими. Гнев выражается в какой-то уже громкой, невежливой форме и гнев смещается с вызывшего его объекта. Ну и отдельно по высоким пунктам, самой верхней ступенькой лесенки является вежливость. Когда стремление найти решение, когда выражается одна жалоба и без уклонений в сторону. То есть вообще почему мы говорим о гневе, почему мы говорим о возможности взаимодействовать и выражать свои эмоции. Гнев одна из запрещенных эмоций. Такая же, как дальше мы будем говорить про агрессивных детей, это та же самая проблема, когда есть запрет на выражение негативных эмоций. Нельзя плакать, нельзя злиться, нельзя обзываться, нельзя ругаться. Это запрещено. Если мы посмотрим на портрет гиперактивного ребенка, то мы можем отметить, что в детском саду или в каждом классе есть дети, которым трудно сидеть на одном месте, которым трудно молчать, которым трудно подчиняться инструкциям. Они создают, конечно же, дополнительные трудности в работе в коллективе внутри. Они могут быть более подвижны, вспыльчивы, они раздражительны и с точки зрения педагога более безответственны. Они могут ронять какие-то предметы, толкать сверстников, создавать конфликтные ситуации, более неуклюжие, более сложно координируются в пространстве, обижаются, но также быстро забывают о своих обидах. И один известный американский психолог, Оклендер, он дал такую характеристику. Гиперактивному ребенку трудно сидеть, он суетлив, много двигается, вертится на месте, он чрезмерно говорлив, может раздражать манеры своего поведения, у него плохая координация и недостаточный мышечный контроль. Он неуклюж, роняет и ломает вещи, проливает молоко. Такому ребенку трудно концентрировать свое внимание, он легко отвлекается, часто задает множество вопросов, но редко ожидает ответа. И каждому воспитателю и учителю такой ребенок знаком. Такие дети есть. Хотя чаще всего это просто дети более активные, чем другие. Но с синдромом СДВГ дети тоже в классах присутствуют, и в группах тоже. Что бы можно порекомендовать во взаимодействии с таким ребенком? Во-первых, в начале дня, а не вечером, он может легче концентрировать свое внимание. Поэтому уроки, например, с ним тоже лучше делать в первой половине дня. Уменьшить его на учебную нагрузку. Фактически ему сложнее воспринимать ту учебную нагрузку, которую воспринимают все дети. Делить работу не на более короткие, на более частые периоды. Использовать физкульт-минутки. Если это первоклассник, то это вообще может быть 15 минут работы, 5 минут отдыха, 15 минут работы, 10 минут отдыха. Ну и, соответственно, это более эффективно, чем заставить его сидеть те же самые 40-50 минут. Даже 30 минут для него очень сложно. Также хорошим пунктом будет драматичность, экспрессивность выступающего педагога, воспитателя, когда он может заинтересовать, привлечь внимание. Снизить требования к аккуратности вначале. Работать для того, чтобы привить чувство успеха, для того, чтобы ребенок почувствовал себя хорошо и расслабленный. И тогда дальше работа у него будет получаться лучше. Посадить ребенка во время занятий рядом со взрослыми, если это возможно. Потому что так ему будет легче сосредоточиться. Использовать тактильный контакт. Здесь важно прикосновение, поглаживание, похлопывание. То, что ребенку даст возможность контакта. Опять же, понимая, что ребенок доверяет. Договориться о тех или иных действиях заранее. Вообще очень хорошо таким детям проговаривать, что мы сейчас будем делать. Сейчас мы собираемся, мы выходим на улицу, или сейчас мы пишем диктант, через какое-то время мы возвращаемся и будем делать что-то другое. Давать очень короткие, конкретные, очень четкие инструкции. И должна быть гибкая система поощрения наказаний, для того, чтобы контролировать и поощрять, соответственно, то же действие, которое он совершает. Никогда не откладывать на будущее, потому что с его концентрацией внимания это будет уже не присвоено. Если что-то сделал, похвалили, дали возможность ему присвоить успех. Предоставлять возможность выбора, ну, что хорошо для любого ребенка. И оставаться спокойным. Вот может быть такая фраза уместна, как «нет хладнокровия, нет преимущества». Не выходить из себя и оставаться контейнером для его эмоций. Вот что касается первой категории, которую мы можем называть как гиперактивные дети. На самом деле эти дети хорошо компенсируемы и подростковому возрасту при качественном сопровождении родителей, при медицинском включении, они практически справляются со своим синдромом и уже могут им совладать. Вторая категория детей, о которых я сегодня хочу поговорить, это агрессивные дети. От латинского слова «агрессия», «нападение», «приступ». Если опять же обращаться к психологическому словарю, то там приведено определение такой. Агрессия – это мотивированное деструктивное поведение, которое противоречит нормам и правилам существования людей в обществе, которые наносят вред объектам нападения, одушевленным или неодушевленным, приносящим физически и моральный ущерб людям или вызывающим у них дискомфорт. Причины, почему же появляется агрессия у детей, могут быть абсолютно разными. Во-первых, мы должны понимать, что разный детский возраст будет носить разный пик агрессивности. Например, если мы говорим об окончании младшей школы и переход в среднюю школу, это 4-5 класс, это как раз пик детской агрессивности. Так же, как и подростковый возраст, который связан с гормональными переменами и с пубертатом. То есть сама по себе агрессивность с точки зрения возрастных особенностей повышается. И агрессии, как таковой, больше. Их будут разные виды проявления этой агрессии. У мальчиков, у девочек, у ребят с разными акцентуациями характера. Но, тем не менее, пик агрессивности возрастной тоже существует. У детей появление агрессии причины могут быть абсолютно разные. Возникновения агрессивных качеств могут способствовать, например, некоторые соматические заболевания или заболевания головного мозга. Так называемые органические причины. Следует отметить, что в этой истории большую роль играет воспитание семьи. Причем с первых дней жизни. На становление агрессивного ребенка оказывает большое значение те характер наказаний, которые обычно применяются в семье для воспитания своего чада. Ну и вообще, агрессия порождает агрессию. Сам по себе ребенок не может быть проявлением агрессии. Несколько лет назад в СМИ появилась страшная история, как дети напали и уничтожили, разорвали бомбочками собаку со щенками. Там щенкам напихали эти бомбочки в пасть, и большей части из них погибли. Какую-то часть из них волонтеры спасли. И тогда обрушилась просто град агрессии на этих детей, что они нелюди и так далее. На самом деле, в таких историях дети являются лишь проекцией. Они являются лишь реакцией того, что они наблюдали. И чаще всего, почти в стопроцентных случаях, если мы не берем историю с органическими повреждениями, когда это связано с соматическими заболеваниями или с заболеваниями мозга, это история наблюдения или включения в эту агрессивную среду. Когда ребенка либо подвергают агрессии со стороны взрослых, со стороны сверстников, со стороны детей, либо ребенок наблюдает за агрессией. То есть где-то он жертва, и большая часть жертв при возможности проявляет себя агрессивно. Ну и опять же, да, мы говорим, что родители, использующие наказание в методах воспитания как ключевое, как снисходительное, как сверхстрогое, тоже ни к чему хорошему не приводит. Излишняя снисходительность, попустительский стиль воспитания рождает в детях вседозволенность и возможность управления силой и возможность применения силы, в то же время как строгость, излишнее, я бы даже сказала, жестокое обращение с детьми, оно порождает внутреннюю жертву, которая тоже стремится проявить эту агрессию во мне. И получается, что для этого даже не обязательно проявлять агрессию на детях. Если мы видим агрессивного ребенка и видим агрессивные проявления у ребенка, то прежде всего нам нужно обратить внимание на стиль взаимодействия родителей, на то, какая среда в семье и на то, как родители ведут себя друг с другом и по отношению к детям, по отношению к этому ребенку, по отношению к животным, по отношению к младшим. Если будем составлять такой же портрет агрессивного ребенка, то можно отметить, что признаки агрессивного поведения достаточно разнообразные. Но обычно такой ребенок очень ярко выделяется, он нападает на других, обзывает, бьет их, ломает игрушки, употребляет, возможно, какие-то грубые выражения, ругается матом, и его все боятся. Но все огорчаются, родители переживают, и вот такой ребенок становится неким изгоем, потому что все стараются с ним контактировать поменьше. Агрессивный ребенок вообще на самом деле, как любой другой ребенок, нуждается во внимании и заботе. И чаще всего агрессия – это нарушение детско-родительских отношений и невозможность получить внимание и любовь другим способом. И эта жестокость по отношению к ребенку со стороны родителей, она заставляет его проявлять такие же механизмы поведения. То есть он не умеет, он не знает, как по-другому сделать так, чтобы почувствовать себя любимым или почувствовать себя нужным. И когда он начинает это проявлять вовне, когда он начинает, опять же, контактировать, то есть агрессия – это ведь тоже способ контакта с другими людьми. Я там подошел, ударил кого-то, на меня обратили внимание, мне выдали эмоцию в ответ. И он не умеет делать по-другому. Чаще всего таким детям не хватает конструктивных способов взаимодействия. Он ведь контактный, он ведь не уходит из контакта, он наоборот пытается со всеми общаться. Только вот такими сломанными инструментами коммуникации. Есть критерии, по которым мы можем, наблюдая за ребенком, определить все-таки агрессивный он или нет. Вот здесь выделено 8 критериев. Если хотя бы 4-6 критериев проявляются в течение 6 месяцев, опять же, в длительном сроке, а не в единожды позиции, то можно говорить, что ребенка считать агрессивным. Часто теряет контроль, часто спорит, ругается со взрослыми, отказывается выполнять правила, специально раздражает людей, винит других в своих ошибках, сердится, отказывается сделать что-либо, часто завистлив и чувствителен, очень быстро реагирует на любые действия окружающих. И, соответственно, если мы видим это наблюдение в динамике, и мы видим это не просто, что он пришел сегодня расстроенный, потому что утром видел, как папа избил маму на его глазах, и практически зашвырнул его в машину и привез в детский сад, то это единожды проявление, в общем-то, объективных эмоций, которые ребенок чувствует. И, естественно, то напряжение, которое у него есть, он должен куда-то слить. Есть принцип горячей картошки. В психологии, особенно в американской, оно очень ярко описано, когда тот, кто сильнее, берет эту негативную энергию, выплескивает на того, кто слабее. Папа пришел домой, наорал на маму, мама накричала на ребенка, ребенок пнул кота. Это как раз вот та самая горячая картошка, которая пересыпается. И чаще всего такой ребенок приходит в школу, в детский сад и проявляется. Но если это происходит регулярно, если это происходит симптоматично, хотя бы в течение полугода, это относится ко всем, то мы уже говорим о симптоматике агрессивности. Как же ему помочь? Причин может быть много. И те причины, которые я обозначила, чаще всего кроются именно в детско-родительских отношениях или в отношениях с близкими. Если мы будем говорить о более старших детях, например, о младших школьниках, о средних школьниках, там становится вопрос принятия в коллективе. На самом деле направление три. Это работа с гневом, уметь приемлемыми способами выражать гнев. Сейчас я вам покажу одну из таких упражнений. Обучение детей навыкам распознавания и контроля, умения владения эмоциями своими с собой в любых ситуациях и не реагировать на провокации гнева. Ну и формирование способности к эмпатии, способности к доверию, способности к сочувствию, к сопереживанию. Это возможно в коллективном взаимодействии, когда есть контейнирование его эмоций. Вот давайте начну с конца, с третьего. Как ребенок научится проявлять сочувствие и эмпатию к другим. Единственный способ, которым он может это сделать, это через понимание своих эмоций. Очень часто вспоминаю одну историю, которая произошла со мной в Болгарии. Мы идем по пляжу, мы лежим на пляжике, так загораем, и идет мама с ребенком, девочка пяти лет. Тащит ее за руку и, говоря на русском, говорит ей, ну пожалуйста, ну перестань, ну перестань, ну перестань. А девочка захлеб, кричит, вот просто откинувшись, практически на спину, тащится на маминой руке и рыдает. Вот просто, а, вот так. И мама ей говорит, ну перестань. Девочка такая останавливается и говорит, да не могу я остановиться. И продолжает плакать дальше. И вот в этом есть красота и понимание того, что детская эмоция, она возникает. И взрослому очень надо эту эмоцию принять. Когда мама говорит, ну ладно, плачь, и садится с ней рядом, и ребенок еще плачет три минутки и говорит, все, я поплакала, пошли. Вот в этом и есть искренность детских эмоций. Так он учит контейнировать свои эмоции и переживать другие. Что мы можем про работу с гневом сказать? У нас очень много запретов, я это говорила и в предыдущем маленьком разделе, да, на проявление негодования. На родителей злиться нельзя, на учителей злиться нельзя, на одноклассников злиться нельзя и вообще злиться вредно. Так вот, получается, мысль о том, что гневиться это плохо, она везде проявляется. И таким образом у нас накапливается, у ребенка накапливается копилка гнева. То есть мы эти эмоции собираем, 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 потом получается взрыв. Так называемый аффект, который захватывает, когда уже невозможно. Также может быть гнев накопленный в виде соматических проявлений. Это дает нам и головные боли, и желудочные и сердечно-сосудистые заболевания, и аллергические реакции. Это все то, что называется психосоматика, которая проявляется при слишком длительном накоплении гнева. И все то же самое. Вот одна из таких методик, которая часто применяется психологами. Методика простая, называется лист гнева. Когда ты злишься, ты можешь подойти, схватить этот листочек, смять его со всей силы, крикнуть на него и швырнуть его в угол. Тем самым выплеснуть свою негативную эмоцию. Порвать его на кусочки. Также очень важна работа с эмоциями, с распознаваниями эмоций. Эмоциональный интеллект – это одна из самых слабых частей вообще в целом у нас в развитии. Потому что хороший интеллект – это не гарантия хорошего эмоционального интеллекта. То есть хороший познавательный интеллект, имеется в виду хорошие способности в плане познавательного развития. И получается, что детям нужно уметь эмоции распознавать. Вот такие простые упражнения, на которых на первый подписано, потом этот же листочек можно положить не без подписей, для того, чтобы различать, поиграть в упражнения, в различии этих эмоций, пытаться определить настроение по позе человечков, что с ним происходит, что они чувствуют. Это действует и для дошкольников, и для школьников. И я с студентами, с подростками чудесно в эти упражнения тоже играю. И опять же рекомендации по этой части. Что мы можем порекомендовать? Во-первых, быть внимательным к тому, что требуется ребенку, какие у него нужды и потребности. Демонстрировать модель неагрессивного поведения. Если ребенок агрессивничает, а в ответ его отшлепали, агрессия на новый этап агрессии. К чему это приведет? К еще новому проявлению агрессии. Поэтому прежде всего неагрессивное поведение. Как раз и рассказываю. Надежда, как вести себя с детьми агрессивного поведения. Останавливать агрессивную реакцию и давать нейтральную позицию. Ребенок бежит, пытается драться, держите на вытянутых руках и говорите, стоп, так нельзя. И ждете молча, без эмоций, пока он успокоится. Чем больше мы это поддерживаем, тем больше мы ему эмоции даем, тем больше мы это поведение закрепляем. Любое поведение для того, чтобы не закрепилось, нужно остановить и не дать эмоций. Если вспомните, часто говорят, что ребенок начинает ходить в школу или в детский сад и учится, приносит домой матерные слова. и с удовольствием их говорит. Если мама с бабушкой и папой начинают говорить, ой, ой, ошеньки, ой, как же так, то, конечно, он это слово закрепляет. А если говорят, ну, сказал, сказал, неинтересно, он забыл. Как откорректировать или перенаправить агрессию? Коррекция агрессии это непростая задача, это комплексная работа и с родителями, и с детьми. Нужно прежде всего, ребенок, уходя из сада, как только видит родители, бьет детей. Почему? Надо разбираться, что он демонстрирует родителям, власть силы. Очень сложный вопрос, на самом деле, но тут что-то в детско-родительских отношениях. Либо, если это мальчик, ну, к примеру, может быть, папа говорит, что настоящий мужик не боится драться, да, или там где-то там такие установочки, которые ребенок толкует в поле своей интерпретации, что он понимает, да. Про коррекцию это комплексная работа. Прежде всего, взаимодействие и с родителями, и с его окружением, и с устранением его внутренних симптомов. То есть здесь нужно работать не только с ребенком, но прежде всего с системой. Если система перестанет быть, его микросистема, детско-родительских отношений, перестанет быть агрессивной, то, соответственно, агрессии будет меньше во мне, которую он проявляет на других детях. Учить проявлять гнев. Вот кроме такого листочка гнева, очень много методик, на самом деле, когда можно подушки, но единственное, что я против того, чтобы это была какая-то отдельная в уголке, там, спрятанная в подвале комната, куда можно сходить, пнуть подушку, это можно делать открыто, но человек должен уметь проявлять свои агрессивные эмоции, но безопасно для других. Мы помним, да, что нельзя швырнуть подушку в детей, потому что это кого-то может повредить, но можно это сделать в стену, да, или можно ее ударить. Подавать, давать ребенку возможность проявлять гнев после события, которое его фрустрировало, где он смог прям растеряться, провалиться, потеряться. Обучать, распознавать собственные эмоциональные состояния. Для агрессивных детей это очень важно. Они часто не знают, что такое агрессия, что такое гнев, что такое злость, что такое боль. У меня был один мальчик, который проявлял агрессию, и после нескольких сеансов работы с ним, мы с ним вышли на то, что он пришел и говорит, мне вчера в лицо плюнули. Как вы считаете, мне должно быть обидно? Он вообще не понимает ничего про свои эмоции. Мы с ним учились распознавать эмоции, агрессия очень сильно снизилась. Развивать способность к эмпатии, расширять поведенческий репертуар, разные механизмы поведения. Если он видит, что папа реагирует только так, там сын, например, или это что дедушка любимый реагирует только так, то, конечно, у него этот репертуар будет. Если ему покажут по-другому, как можно. Соответственно, это игры. Игра для ребенка лучший способ перенимания навыков практически для подросткового возраста, да и для взрослых тоже. отрабатывать навык реагирования в конфликтных ситуациях. Что делать, если на тебя можно узнать, есть ли какая диагностика гиперактивности, как с родителями вести диалог. С родителями вести диалог, вначале направить все-таки к неврологу, если про гиперактивность говорим, немножко возвращаясь к той теме, то здесь вначале нужно все-таки, чтобы диагностировал не психолог, чтобы эта диагностика была медицинская, невролог, психотерапевт. Так, ребенок бьет себя по голове, когда злится, нужно выполнить задание, что делать. Это аутоагрессия, тоже агрессивное поведение, как способ снятия напряжения. Это наказание. Его научили, что он должен быть наказан, но он наказывает себя. Это работа с психологом по аутоагрессивному поведению. Родители обратить внимание, как быть с подростком, который получает агрессию от отца и выражает это с матерью. Помогать подростку вести себя по-другому. Но, к сожалению, тут наши с вами возможности ограничены. Он возвращается в эту систему. И с его агрессивностью по-настоящему можно будет работать только когда он будет жить самостоятельно и отделиться от своей семейной системы. А сейчас пока он внутри. Девочка 5 лет добрая. Неожиданно может укусить другого ребенка. В группе активное, позитивное, улыбчивое. Но неожиданно укусить, укусить это не про агрессивное поведение. Это скорее про способы взаимодействия с миром и посмотреть, какие люди бывают. Как они на это реагируют. Дети кусаются на определенных этапах. И тут Дигмунд Фрейд еще об этом говорил, что это стадия орального развития. Что касается про агрессивных. Но я хочу еще успеть за наши 20 минут проговорить про тревожных детей. И здесь очень важно разделить тревогу, тревожность от обычных страхов, которые возникают. Вообще тревожность это индивидуальная психологическая особенность, которая выражается в повышенной склонности испытывать беспокойство в самых разных жизненных ситуациях. В том числе и в таких, которые ему не предрасполагают. Есть тревога. Это какое-то эпизодическое явление. Например, если ребенок должен выступать со стихотворением на празднике. Он естественно волнуется. Это волнение нормальное. Это тревога естественная. Но в других ситуациях он остается спокойным. Или, например, есть страхи, которые возникают на разных этапах жизни ребенка. И эти страхи, они, например, страх высоты. Или страх темноты. И ребенка действительно возникает тревога, как только он садится в самолет или ложится спать. Это норма. И те или иные страхи возникают в норме на разных этапах жизни ребенка. Это нормально. Если мы говорим о страхах. Например, в 6 лет появляется страх смерти. Это новообразование, которое появляется в рамках развития психики. Если же ребенок постоянно тревожится и волнуется, на это следует обращать внимание. Тут ему нужна помощь. Можно отметить, что, например, автор книги Кочубей и Новикова считает, что тревожность развивается вследствие наличия у ребенка внутреннего конфликта, который вызван либо противоечивыми требованиями от родителей, либо родителей школы, либо родителей детским садом, либо неадекватными требованиями, чаще всего завышенными, с которыми он не может справиться, что, например, ребенок должен быть отличником, а он не готов быть отличником, либо негативными требованиями, которые унижают ребенка и ставят его в зависимое положение. То есть, по сути, тревожность у ребенка возникает, когда он не может справиться с ситуацией. Вот у меня сейчас, например, в терапии есть девушка, которая чуть больше 20 лет, она с тревожностью с 13, и эта тревожность ее зашкаливает. Ей тогда просто некому было обратиться за помощью, потому что родители не услышали и не поняли. А тревожность связана с сдачей экзаменов, с буллингом в классе, который возник, и вообще с перестройкой ее на такой, на этап взрослости. Поэтому тревожность у детей это внутренняя неспособность справиться с ситуацией. Они ищут помощь, им нужна помощь от взрослых. Тревожность зависит от того, насколько тревожность окружающих высокая. Сегодня мы живем в мире, где очень много тревожности, базовой тревожности, много непонятных явлений, непредсказуемых, и много неопределенности. Соответственно, тревожность детей тоже повышается. Вот. И таких детей, конечно же, растет. Такие дети не проще, чем, например, две предыдущие категории, а даже сложнее, потому что они скрываются, они не демонстрируют себя, они стараются держать все свои проблемы при себе. Их чрезмерное беспокойство, они боятся не того, что случится, а самого предчувствия этого события. Они его прогнозируют, они не играют в новые игры, чувствуют себя неумелыми, некрасивыми, неуклюжими, и на самом деле у них много и соматических проявлений. Это и боли в животе, и головокружение, и спазмы в горле, и трудное дыхание, очень поверхностное, и так далее. И это все усложняет жизнь такого ребенка. Вы говорите про обороняться от буллинга, но это вопрос очень большой, я думаю, что он отдельный. Скажу лишь, что лучший способ обороняться от буллинга это выращивать самооценку ребенка, если он уверен в себе, никакой буллинг ему не страшен. Но это явление среды и достаточно непростое. И движемся дальше. Что мы должны заметить? Что ребенок с высокой тревожностью он, конечно, будет выделяться? Нужно понаблюдать, нужно понаблюдать, нужно посмотреть, как он ведет себя в свободное время, как он общается с другими, посмотреть родителей, попросить заполнить опросники по соответствующим признакам. По каким критериям мы определяем тревожность? Прежде всего, это постоянное беспокойство, это трудность, иногда невозможность сконцентрироваться на чем-либо. Это мышечное напряжение, особенно в области лица и глаз, шеи, втянутые плечи, раздражительность, нарушение сна. Если хотя бы один из критериев ярко выражен, можно говорить о том, что или явно проявляется, что у ребенка есть признаки тревожности. И тогда уже можно обращаться к специалистам за помощью. Но в целом признаки тревожности, вот есть отдельная шкала, по которой я вам скидываю эту презентацию, вы можете ее использовать. Если больше 15 баллов, это очень высокая тревожность, если 15 пунктов галочками, 7-14 средняя и меньше 6, низкая тревожность. И вот здесь как раз признаки тревожности и перечислить. Что мы делаем? Здесь мы для помощи работаем в трех направлениях. это повышение самооценки, это обучение умению управлять собой в конкретных ситуациях, волнительных, с которыми он сталкивается. И у телесной терапии это снятие мышечного напряжения, физкульт, зарядки, двигательное активное занятие, спортом, лучшее управление своим телом. Для поднятия самооценки можно использовать простые упражнения. Например, вот известное упражнение «Звезда недели», когда каждому ребенку предлагается заполнить для того, чтобы самооценка подрастала, что он умеет, что он любит, что он рисует и так далее, что он использует. Таких вариантов много. Можно делать, я, например, с своими клиентами делаю ромашку, в которой прошу их нарисовать 10-15 лепестков и написать, что он в себе ценит и что ему еще хочется, с чем справиться. Тем самым тоже подправляем самооценку. Ну и опять же шпаргалка. Избегать состязаний, где нужна скорость или какие-либо сложные виды работы. Не сравнивать с окружающими. Хвалить его только за его достижения. Чаще использовать упражнения на релаксацию и телесный контакт, снятие мышечного панциря. Способствовать повышению самооценки. Чаще хвалить и при этом не просто говорить «Ты молодец», что чаще всего и происходит во взаимоотношениях родителей и детей, а показывать за что именно ребенка хвалят и за что именно он сделал хорошо. Ты сегодня пришел первым в класс и вытер с доски. Ты очень в этом плане нам помог. Ты молодец. Это уже молодец. Демонстрировать обращаться по имени, что полезно для всех. Демонстрировать образцы уверенного поведения, чтобы он видел, как ведут себя уверенные люди. Не предъявлять завышенных требований и будьте последовательны в воспитании, если это про родителей, никаких непредсказуемых действий. Стараться как можно меньше замечаний и наказание лучше использовать по минимуму и не унижать ребенка, даже наказывая его, позволяя сохранить ему его достоинство. Ну и еще у нас есть сегодня одна группа, которая больше других относится к медицинским диагнозам, так же, как к синдрому гиперактивности. Она тоже диагностируется медицински или специальными психологами, но говорят об аутичности сейчас много, как о явлении. Опять же, если мы различаем тревожности, естественные страхи у детей, так же аутичность мы различаем даже, например, с той же самой шизоидной акцентуацией, когда ребенок просто замкнут, интровертирован, то есть нацелен внутри себя. И здесь мы говорим о крайних формах нарушения контактов, уход от реальности в собственный мир переживаний. И именно такое. Вот вы пишите, а если сам учитель и родитель тревожные, то тогда, конечно же, здесь нужна комплексная работа, все то же самое про релаксацию, про погружение в свой собственный мир, про проработку тех травм. И могу сказать, что тревожность личности может быть качеством, которым не избавиться, что просто с этим надо научиться жить. И если родители или учителя тревожны, то ребенок точно будет тревожным. Тут можно с ребенком не работать, можно сразу работать с учителями и с родителями. Учиться управлять собой. Вот. Это ответ на вопрос. А возвращаясь к аутичности, да, обычно выделяют три основных области, в которых аутизм проявляется особенно ярко. Это речь, это коммуникация, это взаимодействие с другими, это социальное взаимодействие в окружении, да, воображении и эмоциональной сфере. Эмоции у таких детей мало. Вот. В качестве это в качестве основных симптомов. Если мы будем говорить о градации, то можно выделить четыре глубины, но я не буду в это вдаваться, чтобы вы просто понимали, что аутичность тоже бывает разная. От полной отрешенности от происходящего до активного отвержения, вот можете посмотреть на слайде или потом внимательно почитать, захваченность артистическими интересами и чрезвычайная трудность в организации общения и взаимодействия. то есть с одной стороны это могут быть дети, которые вообще испытывают дискомфорт от любой активности и взаимодействия в окружении, так же, как и дети центральной проблемы, которые только другие люди, они вообще в целом просто неплохо взаимодействуют сами с собой. Это может не влиять на интеллектуальные функции, опять же, может быть компенсация за счет недостатка, например, общения, он очень познавательную активность проявляет, читает много, взаимодействует, там, с выгра играет и так далее. Ну, про портрет тоже уже немножко сказала. Это проявляется с первого месяца жизни, у них нарушается комплекс оживления, который известен, что в два месяца ребенок начинает огухать, откликается, это как раз говорит о его начале социальной жизни. Он плохо реагирует на свет, гремушки и так далее. Если мы говорим, что такой ребенок у нас в будущем развивается, то степень проявления симптомов может быть абсолютно разной. Спектр аутичный может быть достаточно широкий. Поэтому тоже это оставляю вам для рассмотрения и перехожу к шпаргалкам для взрослых и правилам работы. Ну, во-первых, нужно принять, что ребенок такой, он не будет более общительным и не будет более контактным. Это его индивидуальность, это его особенность. Даже если мама с папой мечтали увидеть в нем певца, учителям кажется, что он должен все равно, как и все, выступать у доски и танцевать в школьном ансамбле, ну, не будет этого. Ну, не будет этого, это ребенок вот такой. Исходить из его интересов, находить сильные стороны. У таких детей очень много сильных сторон, на которые можно опереться. придерживаться четкого ритма, придерживаться четкого режима жизни, для них это важно. Соблюдать ежедневные ритуалы, они создают ощущение внутренней безопасности и обеспечивают ему больший комфорт. Научиться улавливать сигналы вербальные и невербальные, которые действительствуют о его дискомфорте. Это помогает детям опять же чувствовать безопасность. Чем больше безопасность, тем больше шансов на контакт. Чаще присутствовать в группе или в классе, где ребенок занимается, чаще разговаривать, обеспечивать комфортную обстановку для общения, терпеливо объяснять смысл его деятельности, показывать наглядно, ну и избегать переутомления ребенка, потому что таким детям непросто. Если говорить о ранней диагностике детского аутизма, то есть некие признаки. Аутизм не диагностируют с помощью только медицинских тестов. Больше это происходит в качестве наблюдения за поведением. Если ребенок маленький не откликается на имя, пугается звуков, если все время повторяет те или иные слова или фразы, говорит о себе во втором лице, ходит на носочках, трясет ручками, не смотрит в глаза, использует жест и мимику, то вот повод для коррекции. Сегодня нейропсихология, специальные психологи имеют достаточно большой арсенал средств корректирующих, чтобы сделать жизнь этих детей адаптированных в обществе и сделать комфортной жизнь родителей. Это возможно. Чем раньше коррекция начнется, чем раньше вы родителей на коррекцию отправите, тем больше шансов, что это будет легкая форма. Вот все, что я хотела вам сегодня рассказать. и я честно уложилась в отведенный для нас час. Благодарю вас за внимание. Хотелось бы получить чуть-чуть обратной связи. Было ли полезно, смогла ли такие большие темы уместить в один кусочек. Презентацию берите, пользуйтесь, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Как родители, чтобы его ну вот знаете, про подвести кого-то, это не про психологию. мы не можем причинить добро. Если родитель решит, что с его ребенком все хорошо, значит с его ребенком все хорошо. Мы не можем заставить его диагностироваться или обращать внимание, или начать коррекцию. Да, действительно, если до похода в садик или до похода в школу все эти симптомы, которые я сегодня перечислила, начать корректировать, то к уже младшему школьному возрасту ребенок будет скорректирован и норморазвивающимся в среднем. Но не всегда это возможно, потому что не все родители не всегда в этом заинтересованы. Спасибо. Вот прям за ваши отзывы, прям погрели мне мое психологическое сердце. Спасибо большое, очень рада была с вами видеться. Я прощаюсь, до новых встреч, увидимся на новых вебинарах. Спасибо. Спасибо.